Рогарики есть метафора на человеческое бытие. И вы мне скажете, Вайнхау, ты конченый? Да. Но. Я всё же надеюсь, что вы уделите моей мысли и мне немного времени, и может тогда я буду для вас звучать менее безумно. Чтобы доказать и объяснить свою мысль, я расскажу про этот жанр, сравню его с другими, чтобы найти отличия, и самое важное, буду раз за разом показывать сходство рогариков и жизни. И сразу говорю, что я имею ввиду рогалики как жанр в общем, ведь в текущую эпоху геймдизайна почти нет игр, имеющих в себе только один жанр. Всё смешивается со всем, что порождает новые жанры и даёт вторую жизнь старым. Ну а теперь, давайте начнём. И первое, что я хочу обсудить, это цель. Рогалики имеют цель, которая отличается от игр других жанров. Они не стремятся рассказать историю игроку, или дать ему пройти историю собственную. Вместо этого, они пытаются познакомить игрока со своими внутренними правилами и законами. Под историей я имею ввиду судьбу игрока во время прохождения, его геймплей. Это может быть как художественная история, которую рассказывает игра, как в РПГ, квестах, интерактивном кино, так и история логическая, которую проходит сам игрок, его прогресс. Например, песочница. Ведь по сути, в них нет сюжета, но игрок прогрессирует в ресурсах, от сохранения к сохранению его мощь растёт, и в конце концов он добьётся цели, которую поставил сам себе в самом начале или во время самой игры. А рогалики такие, нет. Вместо этого, они создают сложную систему событий и полностью фокусируются на ней. В этой смене акцента я и вижу первое сходство рогаликов и обыденной жизни. Ведь обычные игры будут рассказывать о жизни человека примерно так. Моя судьба началась в 2003 году в городе Петропавловске-Камчатском. Родился я в семье со средним доставком, поступил в школу, затем в универ. Теперь вот создал ютуб-канал. Надеюсь, не умру в нищете. Рогалики же будут повествовать жизнь вот так. Каждый день моей жизни довольно похож на предыдущий. Но, если сегодня у меня есть пара универа, то я иду на пары. Но, если сегодня суббота, то я должен приграться в своём доме, иначе я помру здесь. Но, если еда сегодня закончилась, то я должен приготовить новую. Но, если ролик давно не был на канале, я должен начать его делать, чем сейчас и занимаюсь. Но, 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 но. Чувствуете, да? Если в остальных играх мы следим за сюжетом и глобальными вещами, пропуская рутину мимо глаз, то в рогаликах мы наоборот думаем только о ней, а сюжет, если он и есть, это максимум огранка бытовухи, её оформа, придающая бытовухе чуть больше смысла. Вторая же вещь, что делает рогалики метафорой на бытие, это ключевой элемент рогаликов – события. События может быть всё, что угодно. Получение предмета, урон, выпадение того или иного босса, одноразовый предмет, локации и так далее. По сути, что рогалик можно было назвать хорошим, он должен придерживаться следующего правила. Каждое событие должно иметь влияние на игрока, но это влияние должно разниться относительно других событий, что уже произошли с игроком. Чем больше «но» есть в каждом событии, тем лучше. Для демонстрации этого правила и последующих примеров я буду использовать Айзека, так как данный рогалик мной наиболее изучен. Так вот, Айзек придерживается этого правила. Каждый забег – это уникальная, случайно сгенерированная цепь событий, и только от навыка игрока зависит, когда эта цепочка оборвётся. События могут и должны различаться между собой. Различаются же они в двух аспектах – возможные исходы и влияние игрока на них. Различие возможных исходов и их количество в одном событии зависит от количества учитывающихся условий. Притом, событие может привести к нескольким исходам сразу, а может всего к одному. Даже исход «ничего не произошло» является исходом, просто у него нулевое влияние на игрока, а ноль, как известно, тоже есть число. От исхода события может быть как польза, так и вред. Притом, не обязательно это должно быть либо одно, либо другое, это может быть что-то смешанное. Также влияние исхода на нас может быть долгим и коротким, наступающим прямо сейчас или чуть позднее. Влияние же игрока на исход события является для игроков ключевым. Это влияние может разниться от абсолютного, мы буквально выбираем, что будет дальше, до отсутствия влияния. Тогда исход события случайен. Чаще всего это что-то среднее. Например, нам выпал сложный босс, и только от нашего умения, а не от прямого выбора, зависит, как много урона мы получим, и получим ли его вообще. Приведу пример события по данным двум аспектам из Айзека и жизни. Айзек. Получение урона. Это, казалось бы, просто и очевидное в своем вреде игроку событие, имеет невероятное множество возможных исходов. Потеря жизни, получение заряда активки, призыв фамильяра, доведение здоровья до нужного уровня, увеличение урона и так далее. Так что это событие не абсолютно плохое, а в основном плохое. Влияние же игрока на это событие очень высоко, ведь только от него зависит, как много урона он будет получать от противников и ловушек, и будет ли он получать урон для награды. Но почему оно лишь высоко, но не абсолютно? Ну, вы знаете. Делириум. И теперь, также разберем события из жизни. Добавление в чай ложки сахара. Самый вероятный исход хороший, нам вкусно и приятно. Но, если мы уже добавляли сахар, мы могли пересластить. Но, если у нас диабет, эта ложка может убить нас. А также, исход может быть и более далеким по перспективе. Нам не хватит сахара в дальнейшем, и нам придется идти и покупать пачку сахара. Таким образом, это событие в основном хорошее, и исход – быстро. Влияние же человека на исход также довольно высоко. Шанс успешного добавления в чай ложки сахара довольно велик. И в большинстве своем это сознательное действие. Как видите, и там, и там события можно разложить по этим двум аспектам. Причем жизнь можно назвать самым продуманным рогаликом в принципе, так как каждое событие имеет по сути бесконечное количество исходов вследствие бесконечного количества условий и обстоятельств. Но, как же мы тогда не теряемся в этом бесконечном выборе? Как же мы тогда имеем способность жить и играть в рогалики? А в этом нам помогает последнее, третье сходство – обретение опыта. И в рогаликах, и в жизни опыты обучения человека можно разделить на три части. Первая – инстинктивная, состоящая из прикладных навыков. В айзеке это умение двигаться и стрелять, в жизни дышать, есть, ходить. Навыки ходьбы и дыхания кажутся примитивными, но им мы обучаемся всю жизнь. Точно так же, как и на протяжении всех забегов, мы осваиваем стрельбу и движение. Вторая часть – знания. Голые факты о мире, который нас окружает. В айзеке это свойства предметов, в том числе и скрытые. А в жизни это любое поглощение теоретической информации, от постижения базового счета до аэродинамики коровы. И третья часть, которая является самой важной, ключевой – мудрость. Голые факты превращаются в четкие правила, появляются логические структуры, абстракция. Вместо «благодаря Библии, карте повешенного, пони и фейту я могу забирать пикапы без получения урона на шипах», мы получаем «благодаря любой вещи, что дает мне полет, я могу забрать пикапы без получения урона на шипах». Примеры же из жизни поистине бесчисленны, и чаще всего являются ответами на абстрактные вопросы. Например, «Какое философское учение я нахожу наиболее оправданно в текущем положении вещей?» или «Что бы пожрать?» «Битум». В начале пути своего игрок подобен младенцу, и для него такие простые вещи, как стрельба и передвижение, также сложны, как для чата дыхание и поглощение пищи. После, он словно ребенок собирает знания о том мире, в котором оказался, и лежит с десятилетиями, и сотнями забегов и дней, он, наконец, постигает мудрость того, как играть и как жить. И мудрость будет для каждого своя. Игры показывают нам срезы жизни, и рогалики, думаю, учат нас самому главному. Уметь проживать день за днем, искать в каждом дне что-то хорошее, и делать так, чтобы следующий день стал хоть немного лучше. А также, не держаться за вчера, ведь его уже нет, остался лишь только опыт. Вот почему рогалики есть метафора на человеческое бытие. А на этом и заканчивается мое изложение. Надеюсь, это видео вдохновит вас поиграть в этот жанр, или придаст игре в него новый смысл. С вами был Вайнхам. Пока.